Эти кадры сняли следователи. На них видно, погрома в квартире нет, а на кухонном столе стоит свежий букет цветов. Знакомые пары говорят, мужчина хотел вернуть семью. При этом многие подтверждают, он избивал жену. Женщина ушла от него и подала на развод. Коллеги погибшей до сих пор не могут оправиться от шока. Мы никогда не видели, чтобы она приходила в угнетенном состоянии. Она всегда была на позитиве, всегда улыбалась. У нее плохого настроения никогда не было. О сложной обстановке в доме погибшая сильно не распространялась. При этом, по подтвержденной информации, серьезный конфликт между супругами произошел в октябре. Тогда женщина сняла побои и написала заявление в полицию, а после ждала развода. Она доброжелательна, с любовью относится к детям, пользуется уважением родителей, коллег. То есть это такой, вы знаете, всегда позитивный человек, действительно позитивный, довольно-таки спокойный именно по темпераменту. Поэтому для нас, конечно, это всех шок. Внешне ничего не предвещало беды. Она готовилась к Новому году. Жестокое убийство произвело широкий общественный резонанс. В социальных сетях говорят о насилии в семье и обвиняют в случившемся органы профилактики. По основной версии следствия, мужчина в ярости зарезал жену и детей, после чего свел счеты с жизнью. Сегодня стало известно, что расследованием дела занимается Главное управление по краю. Накануне на месте убийства побывали руководители краевой полиции и Следственного комитета. Нам остается еще разобраться по месту жительства этого гражданина, по месту работы, изъять соответствующую технику. Естественно, посмотреть возможные его увлечения в области компьютерных каких-то технологий. Ну и дадим соответствующую оценку. Совершенно пока очевидно, что, конечно, это серьезная большая трагедия. Тем временем в социальных сетях появилась информация и о том, что в последнее время подозреваемый ударился в спорт и здоровое питание, которые не раз становились поводом для агрессии с его стороны не только к семье, но и знакомым было место в его жизни и религии. Но вот из каких-то источников он черпал вдохновение и могли ли они стать своего рода спусковым крючком, сейчас и выясняет следствие, изучая увлечения мужчины.